люди всем привет из сочи сегодня 4 августа 2019 год я надел рубашку а это значит что разговор будет серьезный и сегодня поговорим о сочинской недвижимости недвижимости вообще о недвижимости о том как заработать на недвижимости но если успеем конечно немножко расскажу как я разбогател недвижимости сразу на просьба какая ставить не дизлайки отписываться от моего канала значит не рекомендовать мой канал ни в коем случае вообще никому вот и мой канал единственные которые вообще не просит ни у кого денег не просят подписываться не вообще ничего ни у кого не просят да кто хочет подписываться кто хочет смотрит они хочет не смотрят все очень просто итак продолжаю видео которое я записывал вчера про недвижимость чем закончится мыльный пузырь на рынке недвижимости Сочи вообще России он закончится мировым финансовым кризисом этот мировой финансовый кризис будет сопровождаться а возможно будет спровоцирован низкой ценой на нефть скорее всего я уж не говорю там какие банковские но последний кризис у нас был в 2008-2009 годах значит каждые 5-10 лет происходит мировой финансовый кризис пытаются как-то регулировать мне кажется что все равно что-то там искусственное в этом кризисе есть и так на сегодняшний день средняя цена в Сочи за квадратный метр составляет примерно 150 тысяч рублей то есть догнала уже и перегоняет Москву значит как будет выглядеть мировой финансовый кризис применительно к сочинским ценам и так смотрите сейчас цена ну давайте возьмем для округлим 130 тысяч то есть доллар стоит сейчас 65 соответственно 130 тысяч рублей за квадратный метр это 2000 долларов США за квадратный метр в городе Сочи к чему приведет мировой финансовый кризис именно в России к девальвации рубля к очередной девальвации рубля я напомню что девальвация рубля у нас начиналась ну вот 11 октября 1994 года хорошо помню когда рубль там сильно упал потом в 98 он упал с 60 до 23 потом опустился до 18 потом в 2005 году упал до 23 там был 25 потом 23 в общем такая длинная история то растет то падает в 2008 опять упал до 38 потом вырос до 33 в общем вот такие колебания потом значит это был по-моему 16-й год или 15-й какой-то когда доллар подскочил до 80 потом упал до 70 потом до 60 потом до 55 сейчас ну короче говоря вот такая вот фигня да постоянно происходит значит очередной финансовый кризис у нас закончится тем что доллары в очередной раз подорожает подорожает и тем самым цена в долларах на квадратный метр в Сочи упадет то есть в рублях она не упадет а в долларах она упадет например доллар будет стоить 100 рублей доллар будет стоить 100 рублей квадратный метр в Сочи будет стоить например 150 как он ну в связи с кризисом 150 допустим да возьмем то есть он будет стоить не 2000 долларов а 1500 долларов за квадратный метр это в долларах в рублях цена будет например такая же потом когда кризис закончится рублевая, цена опять начнет расти. Спрос определяет цену. То есть спрос на сочинские квартиры всегда был очень высоким. Смотрите, что произошло после присоединения Крыма. Когда Крым присоединили, все побежали скупать Крым. То есть была такая эйфория, все поверили, значит, вот на Крым наш. Я смотрю, что происходит какая-то фигня. То есть однушка в Севастополе 4 миллиона. То есть Сочи она 2 миллиона, в Севастополе 4. А чем Севастополь лучше? Ну чем? Ничем не лучше абсолютно. Там кроме военно-морской базы в принципе там особо делать не... Я правда не доехал, я в Балаклаве только был, да. В принципе Крым потрясающий регион, но это только летом, ребята. Лето в Крыму, оно не такое длинное, как в Сочи. В Сочи лето начинается в марте, заканчивается в декабре. Вот. То есть я был в Ялте как-то в конце августа, уже ходили в куртках, но потом опять потеплело. И было понятно, что Крым перекуплен, и то есть Сочи будет догонять. Так и вышло. То есть люди приезжают в Крым, смотрят, ага, 4 миллиона, денег не хватает, поедем-ка мы в Сочи, приезжают в Сочи за 2,5, за 3, прекрасная однушка. В итоге Сочи догнал Крым. Сочи вместе с Крымом догнали Москву. Значит, когда я был в Ялте первый раз в 88-м году, уже тогда я интересовался недвижимостью, соответственно. Тогда не было продаж, были обмены. Было бюро обминов. Меняли, значит, Сочи, Ялта и Москва были равнозначны в советские времена. Равнозначны. То есть однушка в Ялте, однушка в Сочи, однушка в Москве стоили одинаково. Но они не продавались. То есть при обмене, ну плюс-минус, там квартиры все-таки разные, где-то метраж, какой-то район, какая-то доплата, люди могли потребовать там доплату 500 рублей, 1000 рублей. Мы сейчас идем к тому, что Сочи будет дорожать каждый год на 20%. Это, в принципе, легко прослеживается, если взять цены, так сказать, в историческом ракурсе. Они будут расти примерно на 20%, опережая инфляцию, опережая банковские депозиты, опережая все на свете. И в конечном итоге они даже будут гарантировать сохранность дохода, даже по сравнению с долларами. Потому что доллары приносят, например, если вы положите в банк, будут приносить порядка 5-6% максимум годовых, то сочинская недвижимость, если вы ее будете сдавать грамотно, она будет приносить примерно 10% в год. Сейчас расскажу как. Итак, если у вас есть деньги, да, и вы планируете купить квартиру в Сочи под сдачу, да, то вы выбираете самую дешевую квартиру, вот общага, общага, которая стоит там, ну, грубо говоря, полтора миллиона, малосемейка там, то есть полтора-два миллиона, вы ее сдадите примерно за 15 тысяч. То есть вы будете иметь примерно 10% от стоимости квартиры в год. То есть 15 тысяч это 1% от стоимости, да, то есть, понимаете, да, то есть полтора тысячи, ой, полтора миллиона и 15 тысяч в месяц. Это 1%. Умножаем на 12, минус квартплата, то есть примерно 10-12% в год вы имеете от стоимости квартиры. Если же вы имеете, ну, дорогущую квартиру, которая стоит, например, 10 миллионов, то вы ее сдадите максимум за 50 тысяч. То есть вы будете иметь полпроцента в месяц. Понимаете? Поэтому невыгодно сдавать большие квартиры. Вернее, как выгодно, но она тоже дорожает, но она приносит меньше прибыли, с ней меньше геморроя. Вот. Я многим людям говорил и знакомым, и всем, значит, у кого несколько, ну, как бы, не то чтобы... У кого одна большая квартира, говорю, продай, купи три маленьких, да, сдавай. Но это геморрои. Ну, понимаете, это как бы бесплатно, ничего не бывает. Поэтому можно сдавать, например, вот за 10 миллионов у вас квартиры, вы можете ее сдавать за 50 тысяч, да, но если вы продадите ее и купите там, ну, даже по 2 миллиона вы купите хорошие, отличные малосемейки, да, по 2 миллиона вы купите 5 штук, вы будете сдавать минимум, минимум, их каждую по 15. То есть вы будете иметь в месяц 75 против 50. То есть 25 тысяч в месяц у вас лишних. 25 тысяч лишних умножайте на год. Сколько это получается? Получается 300 тысяч в год, практически 1000 рублей в день у вас просто так. Вот. Но, понимаете, некоторые не хотят заморачиваться. Вот. Одну квартиру сдавать проще, чем три. Я не соглашусь, потому что, во-первых, вы сдаете на постоянку, вам посуточно не нужно. Посуточно – это вообще отдельная история. Если вы будете сдавать посуточно, у вас летом будет выходить еще больше. То есть эта квартира будет приносить, например, каждую, которую вы купили за 2 миллиона, будет не 15 тысяч будет приносить, а учитывая, значит, аренду летом, где-то около, ну, под 20, может быть, 18 тысяч, если округлить за год, да. То есть это очень выгодный бизнес. В Москве приближается тоже к Сочинскому, но не дотягивает. То есть к уровню. Объясню, например, однушка в Москве, если стоит 5-6 миллионов, то за 50-60 тысяч вы ее сдадите. Вы ее сдадите за 30 тысяч. 25-30. То есть половина процента. Почему это происходит? Потому что в Москве очень большой квартирный фонд. Москва расширяется. Она растет вширь. Недавно присоединили новую Москву. Огромную территорию. Москва выросла почти в два раза. То есть идет как бы инфляция квартир. Вот такой, да. То есть она и дальше будет расширяться. Потом добавьте сюда, что в Московской области половина людей, значит, живя в области, приезжают на работу в Москву. То есть арендуют там, едут, значит, в Москву. Как бы поэтому у людей есть выбор. Они могут не снимать в Москве, вообще не жить в Москве. Они могут жить в Московской области. Некоторые даже полтора часа тратят и два часа на работу туда, и два часа обратно. Но живут как бы дешево. Поэтому в Сочи такой вариант не прокатит. В Сочи, например, теоретически вы можете, например, жить в Лазаревском, садиться на электричку, час ехать до Сочи и работать в Сочи, потом возвращаться, значит, обратно в Лазаревское. Но я хочу вас, так сказать, разочаровать. В Лазаревском тоже большие уже цены. То есть, все подтянулось. Подтянулось. И Дагомыс, и Ло, и Лазаревское. Все подтягивается. Все-таки Лазаревское, в общем-то, это Сочи. По климатическим характеристикам, по еще каким-то, да. Но это деревня. То есть, там ничего нет. Вот Адлер, я бы сказал, очень хороший район. Там и Олимпийская деревня, там и Красная Поляна. То есть, там полно работы. Но Адлер зимой дешевый. То есть, аренда в Адлере, извините, она более дешевая, чем... То есть, в Сочи аренда хороша тем, что... Ну, я просто рассказываю, как я сдаю, да. Зимой и летом я сдаю вообще без проблем. Потому что это Сочи. Хотя вся работа может быть в Адлере. Но в Сочи тоже полно работы. Итак, как я разбогател на недвижимости? Ну, я начинал как банальный риэлтор. Я поработал примерно два месяца. Понял, что мне нужно открывать свое агентство. Потом я занимался выкупом квартир, общежития. Я общежитие переделывал в малосемейке. Я, значит, устанавливал там санузлы. То есть, менял статус. Это все делалось с закона, через суд. То есть, ну, то есть, покупал, перепродавал. То есть, была реконструкция. Пробовал заниматься землей, землей и геморрой. Покупаешь землю, продаешь ее очень долго. И маленький выхлоп был. Значит, ну, потом еще одна схема была такая, что я покупал 2-3 общаги на одном лицевом счете. То есть, человек, скажем так, когда-то давно получал общагу, работая на Новолипском комбинате в Липецке. Это было в Липецке. Потом, значит, женился, ему давали вторую комнату. Рождался ребенок, ему давали еще одну комнату. Еще одну. По 3-4 комнаты у человека. То есть, он выкупал как-то у соседей, еще как-то занимал. И все это оформлялось на один лицевой счет. То есть, он для меня аккумулировал вот эти квартиры в течение 10 лет. Потом я выкупал у него эти все комнаты оптом и совершал обратный процесс. То есть, я опять их разделял, замуровал, значит, дыры в стенах, которые он делал, двери, возвращал старые двери в коридор в общие, устанавливал санузлы и продавал, так сказать, в розницу. Покупал оптом, продавал в розницу. То есть, я делал две операции. Во-первых, я их делил назад. Во-вторых, я делал из общаг малосемейки. Вот таких операций я сделал несколько. Ну, сколько за? Ну, 20-30%. То есть, миллион вкладов где-то 200-300 тысяч. Но так как этот процесс был у меня постоянный, долгий, то несколько лет это все длилось, продолжалось. Там лет, наверное, лет 6. Всякие квартиры я выкупал. И двушки, и трешки. И пришел к выводу, что наиболее ликвидный сегмент в рынке это маленькие квартиры. Однушки, малосемейки, молодоженки. Вот кто бы что ни говорил, что надо заниматься серьезным бизнесом. Ребят, что такое серьезный бизнес? Серьезный бизнес – это когда у вас хороший бизнес, неважно чем. Вы можете торговать семечками, шнурками, и при этом зарабатывать миллион. Условно говоря, неважно, чем вы торгуете. Главное, что вы все это делаете в рамках закона. Я подчеркиваю. Как говорится, сколько веревочки не виться, всегда будет конец. Наступил этот конец и в Липецке. Я просто стал как бы заметным крупным игроком на рынке недвижимости Липецка. Значит, всего через мои руки прошло 67 квартир. Я не то, чтобы хвастаюсь. Я просто хочу предостеречь всех тех, кто питает какие-то иллюзии, у кого там розовые очки. Видите, у меня не розовые очки. У меня очки затемненные, потому что солнце, лето. Поэтому, как только вы становитесь заметным игроком на рынке недвижимости, вы попадаете в поле зрения правоохранительных органов. Докопаться они найдут до чего. Всегда найдут до чего докопаться.